Пошли ножи. Всем доброго времени суток, ребят. Мы начинаем смотреть СМС и биты. Европейскую квалификацию. Клан финалом. Которые в Китае, насколько я помню, пройдут. Играют Инфакулти и ESC. Это первая игра. В группе А. На этом чемпионате. Подвис у нас сервер. Видимо паузу нажали на первом пистолетном. А для Инфакулти уже четвертая. Две они выиграли. И одну проиграли. Обыграли они Астану Драгон. Сенсационный матч был. Также ЛГБ и Еспорт. Вместе с которыми прошли из отборочных. И проиграли Нипам. Кстати, могу врать насчет того, что Инфакулти прошли через отборочные. По-моему, да. Да, по-моему, через отборочные. Правильно. Там говорят, канатка разваливает новей. Но это круто, что канатка разваливает новей. Я буду очень рад, если он это сделает. Даже, может быть, поговорим с ним на трансляции. Сейчас я попробую ему написать. Отжали паузу. Играют Ножи. Играют Мираж. Ножи постепенно выигрывают Инфакулти. И выбирают, скорее всего, КТ-сторону. А Инфакулти что стоит сказать? У них есть очень сильный АВП-шник Спидфайр. И ему сегодня противостоять будет не менее сильный чувак. Молодой поляк Пит. И вот за этой дуэлью я бы очень хотел понаблюдать. Именно на Мираже свой знаменитый минус 5. И с 5-7 он сделал Пит. На Б он это сделал у нас на отдаче против закупа. А не Спидфайр, а кто у нас играет с АВП? Разве Лидия? По-моему, Спидфайр с АВП играет. Копаточ. Может быть, я не прав. Заходят у нас на фаст ЕСЦ на Б. Через дом. Инфакулти делали в этот момент. Поджим на мидл. Таз отстреливает РДЛа. Ставится спокойно плент. Ой, даже дым положили на Зигу. Все шикарно делает. ЕСЦ и спину смотрит СНАКС. Великолепно. Забирает его, правда, Лидия. Пользуется Успами. Сколько у нас Успов? Как минимум 2 у Инфакулти. Пит не забирает. Таз не забирает. Таз забирает Пита. Пит. Блин, а как же я буду называть их? Тут 2 Пита. Однако. Остался один Пронекс Зигзага. Три человека его смотрят. Не дают ему пройти до плента, который он решил задымить. И 1-0 ведут ЕСЦ. А по-моему, у меня уже была такая проблема. Нет, не была с Питом. Была с... Ой, с кем же была? С Питой. С Питой была. Не с Питом, а с Питой. Значит, будет Пит и Путх. Чтобы не путаться. Чтобы поиграть Лидия. Я помню, как Спитфайр стрелял с ЛП. Странно. Странно. Надо 2, по крайней мере. РДЛ встречает выход. И снова под Б. И СЦ играют достаточно однообразно. Только СНАКС у них ходит под яму. Сходил под яму, почекал там аркаду. Пока назову составы команд. Пронекс, РДЛ, Лидия, Спитфайр и Путх. Это инфакулти. Тег, перешедший от немцев к шведам. И поляки. Та, Спит, Хайпер, СНАКС и Нео. Ребят, если кто знает, откуда Хайпер и СНАКС, то, пожалуйста, напишите мне. Очень мне этим поможете. Хайпер отстреливает Лидия. В спину Путх заходит к Хайперу. Ну и Девайс он не стал засейвить. Хотя можно было на третий раунд МП-7 у нас потаскать. Хорошо с него можно забежать в Close Combat на маленькой дистанции. Там очень жестко залетают быстро пули. И даже АК можно спокойно отстрелить. Итак, снова под Б. Снова под Б собираются ЕСЦ. У них есть пяточки. Все еще есть. Калаш 1. Пятка, 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 пятка. Факулти делают дефолт. Стоят 2 в зиге и 3 пода. Первый отдался. Выход снова пройдет под Б. Спокойный. СНАКС тем временем еще и на А пытается как-то остановить. Оттягивание инфакулти под Б. СНАКС играл в GF Gaming. Спасибо. Давайте пят. Вот, правильно. Один из... Мне подсказывает. Пят. Будет пят, а не Путх. Пят и Пит. Два брата Акробата. Пят и Пит. Четыре в одного остались ЕСЦ. Ну и сейчас у нас будет закупка. Очень интересная. Буду я наблюдать за Питом. Купит ли он АВП. Денег у него на это хватает. Восемь тысяч, однако. Давайте попробуем пят и Пит. Вы же слышите, как я меняю звук? Просто я сам вот себя слушая не особо замечаю, что отличаются два этих слова. Пит не взял АВП. К сожалению, к моему. И Лидия играет на Медле. С АВАПом. Считается Пайс, вы уверены? Заходит Пронокс в Зигзаг. Играют очень близкий Дефенс Инфакулти на Медле. Пронокс в любой момент может ворваться и смотреть зеленый. Пока что он прикрывает Лидия подвал. Далее. Под плентом, под коврами сидит Пяс. Пайс. Будем как Андрос говорить. И Спитфайр помогает ему с Дельпана. У одного Кольт старенький. У другого с Глушаком. Выход собирается под Мидл. Нео вместе с Питом забегают вперед. Здесь должен их ждать Лидия. Но Лидия задымили. Отстреливается Зигзаг. Нео. Нео также забирает Лидия, который дропнулся на Мидл. Это было очень странное решение от ВПшника Инфакулти. Спитфайр остался последний оборонять точку А. Два в три у нас команды. Бомба не поставлена. Она подходит к А. Точку А. И СЦ заняли. Достаточно уверенно. Ловит Нео РДЛа под перемычкой. И последний Спитфайр. Ну тут надо чудеса творить, чтобы взять этот раунд. Забирает он одного. И тут же его разменивает Хайпер. Уж слишком с позиции была тяжелая. У Спитфайра. Для того, чтобы раунд взять один в три. Он бы оттуда особо ничего не сделал. Не убежал бы, если начал делать размены. Давайте ПАЙС. Ну такой вот день, что у нас два ПИТа. Два ПИТа в игре. Я так его ПИТом обзывал всегда. Понимаю, что это может быть неправильно. Инфакулти снова отдаются. 4-0 ведут поляки. ТАС заходит под Б. Здесь чекает близко Аркаду. С пистолетами понимают ЕСЦ, что против них скорее всего отдача. Поэтому идут под Б массом. Это у них, видимо, дефолтная игра против отдачи. Ну что ж. Эрдейл может хорошо ворвать сейчас. Забирает с П-251. Но на этом его фраги заканчиваются. Все, Б занято. И сейчас инфакулти будут пытаться ловить Снакса, который идет с ямы. У него всего 19 ХП. И калаш в руках. Его забирает Пронакс. И эта АКА наверняка будет сейвиться. Напоминаю еще раз всем, что в CSGO экономика стала очень серьезной. Гораздо больше штрафы за проигрыш раундов. Гораздо дороже некоторые ганы стоят. Ну, например, за Т. АК. Вот. И поэтому сейвы, сейвы как никогда важны. Два в три остались спидфайр с Пронаксом. Засейвил АКА свой спидфайр. И убили Пита. 5-0. ЕСЦ ведут. И пока что без шансов. Ребята, напомню вам. Инфакулти это лидеры группы. И они обыграли Астана Драгонс. Раскидка идет от ЕСЦ. На мидл. Полетел дымок. В люльку. Лидия заходит на мидл. Отстреливает Пита. Вот и дуэль. АВПшников прошла хорошо. В 4 в 5 остались команды. Заменил лидия спидфайр ближе к перемычке. Обманывают тем самым игроки Анфакулти ЕСЦ, что, мол, у нас АВП-то перемычку держат. А вот они в ближний бой поставили кольт. С очень хорошим зажимом. Кольт с глушаком. Ух ты, какая хе хорошая идет из дыма с ковров. Подрывает спидфайра. Прямо под ногами взорвалась. Спидфайр ждет, ждет, что вывалится с мидла. Ой, как разводит Нео грамотно спидфайра. Тот отвернулся от флешки. И Нео ловит просто затылок очередной в этом раунде. В этой игре. Он уже не раз так делал. Затылки ловил. И остались 4 в 4. Снакс потихонечку выполз с ковров. Но и тут его разменял Лидия. 3 в 3. У нас ЕСЦ заползли на Б. Хайпер сюда у нас зашел и занял позицию на Форесте. Видит врага в зигзаге. К нему постепенно подтягивается бомба. На медле у нас пытается перетянуться ТАСС под дом. И сейчас будет ставиться плент. Дуэль Хайпер в свою выиграл. Ну и посмотрим, как Лидия с Пронексом будут отбивать. Оба идут в библиотеки. Подкидывается ХЕ-шка в эту библиотеку. Покоцало. Хорошо. Пронекса с Лидия. 3 в 2. Заходят оба с выхода основного. И Пронекс делает два важнейших минуса в пленте. Последний ТАСС. ТАСС. Капитан команды. Остается 1 в 2. Бомба плохо стоит. И его Лидия отстреливает. 5 в 1. 5 в 1. Первое очко есть у Инфакулти. Бомба, да, не особо хорошо стояла для ТАССа. То есть ему надо было быть вот в этом углу, чтобы видеть хорошо эту бомбу. Вот в этом углу. Вот даже вот с того места, откуда я показывал, с дома, из-за стеночки, которая простреливается хорошо, не особо было видно. По фрагам пока что все ровненько. Да, Инфакулти, несмотря на то, что проигрывают 5-1, у них с фрагами все в порядке. Они отстреливают часто полякам. И денег особо не накопили ЕСЦ за свои 5 побед. Потому что погибали, погибали и давали сейвиться Инфакулти. У тех же уже деньги копятся. По чуть-чуть. Вон, 4 тысячи у Пронокса, 3 у Лидия. Мидл за Аркадили у нас Инфакулти. Забежал за зеленый у нас Пит. Пяс, пайс, пайс, ха! Пайс. Лидия смотрит СВП ковры, но тут просто подфлэ... Ох, как довел Дарснакса! Еле отфлэшился и тут же дает в голову Лидия. Пронокс встречает тем временем выход с ковров. Минус 3 он делает. На пленте вторую очко Инфакулти. Вот это разорвало сейчас поляков. Я так был удивлен фрагом Лидии, что не прокомментировал выстрелы Пронокса, который тоже идеально просто отоборонял свою позицию. Стоя за ящичком, он отстрелил быстро ковры, тут же перетянулся стрелять по яме. И убил двоих, и убил двоих, все, раунд за, раунд за шведами. Да, Инфакулти проснулись, видно. Дали им ганы нужные. И пошло-поехало. Встречают Инфакулти выход под Б в очередной раз, но на этот раз с пистолетами сюда пришли ЕСЦ. Здорово, ребят, всем, кого не видел. Принимает Пронокс, но в голову падающему попал. Лидия не попадается в Аппатазу, но тут сработало ЮСП. ЮСП уравняло шансы сейчас пистолетных боев и плюс дебаф Глака. Точнее, нерв, так правильнее, наверное, говорить. Нерв Глака, который теперь с одной пулей на пистолетках не убивает. Ну и я думаю, это вам очень сильно балансу принесло в игру. Да и уже не раз видели, как это работает. Пошла раскидка от таза, в очередной раз он в люльке кидает свой дым. На десятом раунде я покажу фраги обязательно. Встречает Пит Спитфайра, был перед этим размен на Нео. Пит, второй фраг на РДЛе в зигзаге и Миддл остается за ЕСЦ. С ковров пытается Снайкс, он уже какой раз так делает? И все делает одинаково. Выходит с этих ковров на слоу, когда никакой машины нету. Его там просто уже сразу ловят. Баланса нет, Успы сильнее? Ну не знаю, Глоки. Успы сильнее, я считаю, когда у обеих команд есть броня. То есть Юз быстрее бронированного убьет. Пит Пайс идет, Аркадий у нас в ковры. Отстреливает таза. Три в два остались. Преимущество есть у Инфакулти. Они знают, что под коврами. Скорее всего, не один человек был. И поэтому Лидия особо Миддл не смотрит. Он готов принимать ковры. Если что, помогать Пайсу. Тем временем Хайпер вышел с ямы. Почекал между. Отстрелил Пайса. Ой, промахивается Лидия с ВП. Сейчас чуть его не наказал. Хайпер ставится Плент. И два в два. Пронакс с Лидия в очередной раз. Пронакс должен спасать. Минус два уже в раунде есть у него. Пять-три счет. Хайпер все-таки отстреливает косого Лидия. Ну что ж, Пронакс. Один-два. Знаешь, что враг есть в Пленте по флешкам? Видит траекторию ХЕ. Сам откидывает. Покосал на 30 хп Пита. Проходит. И его ловит Хайпер. Великолепно. С ямы. На одном стрейпе сразу первые пули. И забирают Пронакса. 6-3 и ЕСЦ упрочили свое преимущество. И подпортили экономику инфакулти. Ну тут на самом деле у обеих команд не особо хорошо все с деньгами. В притирочку играют. Заходят на мидл в очередной раз ЕСЦ. Но на сей раз Пит у нас уже третий. Ему помогают. Боятся вот этих вот агрессивных выпадов от инфакулти поляки. Лимпер не играет. Лимпер не играет, ребят. Он давно забил. Спитфайр не смог реализовать свой кольт с гушаком. Его отстрелил ТАС. Тут же ложится дым, который не дает инфакулти понять, это выход А или нет. Перетягиваются тем временем ЕСЦ у нас под Б. С бомбой. Пошел ТАС почекать аркаду с ямы. И поляки готовятся атаковать Б. Вот что мне удивительно от шведов, что они... Чуть что, чуть меняется ситуация с численностью, они сразу отдают Б. Сразу практически. Да и несколько раундов было, когда в основных на закупочных просто стояли в зиге. Отстреливает ТАС с ямы Лидия. Это очень дезориентирует сейчас инфакулти. Придется РДЛ оборонять одному. Выход ЕСЦ. ТАС тем временем погиб от Пайса. Есть первый фраг. Но патронов-то уже мало. Ох! Хорошо сносит РДЛ у нас двоих под Б. Хватило ему на двоих двадцаточки. Оставил он команду свою 2 в 2. Оставится плент. Пытается Пронокс прострелить ставящего. 6-3. 6-3 счет. Очень важный раунд для обеих команд. Потому что у против... Хотя нет, у террористов уже будет закуп. ЕСЦ надо убивать срочно. КТ, чтобы те наконец-то поотдавались. Заходит! Видит! Пагану! Спалил Пайс с Накса и дропается с дома, отстреливая Хайпера. Четвертое очко есть у Инфакулти. Великолепно сыграл у нас Пайс. Чуйка! Чуйка сработала. Боковое зрение. Чуть-чуть высунулся АК из-за стеночки. Все. Сразу туда летит прострел. Инфакулти просто так не хотят свое первое место в группе отдавать. Итак, фраги. Пронакс 11.8 Пайс. Лидия 6.4 Спитфайер. РДЛ 3. 10 у Хайпера. ТАСС 10. 6 Пит. Нео 5. И СНАКС 5. Ну я вам скажу, что ЕСЦ очень даже серьезно выглядит с новым составом. Я говорил, что Кико профессионально в CSGO будет играть. Но мне такой слух дали. Что будет, да. Я этому обрадовался. Но вот не слышно, не видно. Инфакулти втроем принимают выход на А. Сюда пришли пистолеты. Несмотря на поставленную бомбу, кстати. Пайс забирает СНАКСа. Пошел десантник у нас в яму. Просто прыгнул с ковров в полете. Пытался отстрелить Нео. Но Пронакс почетче вот сыграл по сравнению с Пайсом. 6-5. 6-5. Да, и тут у нас игра очень близкая. Получается. 4 раунда осталось до конца первой половины. Я между сторонами покажу небольшую рекламу. Собственно, от Фнатиков. И запущу рекламу Твичевскую. Заходит под Б хайпер. Пит с ВП пытается поймать Лиди, которого уже спалили в люльке. Забирает его с ВП спокойно. Очень спокойно. По инфе. И когда прижат вражеский АВПшник, гораздо проще убить, чем чистые дуэли. На медле у нас Спитфайр добрался со Снаксом. РДЛ кривовато заходил в дом. Но все-таки смог он увернуться от выстрелов хайпера и того забрать. Таз делает размен. 3 в 3 остались. 3 в 3 остались. И ЕСЦ у нас думают, что надо бы побежать под А, перетянуться. Потому что под Б спалились. И там теперь у нас Пронокс сидит. Никуда не уйдет с этой позиции, пока не будет инфы от Пайса и Спитфайра. Ну и ЕСЦ потихонечку, потихонечку уже подходит к Яме. Пронокс по-прежнему палит. Выход с Б. Ну, я уже говорю, никуда он не дернется. Никуда не дернется. ЕСЦ это понимают и поэтому максимально тихо стараются подойти. Прилетает им флэш прямо в лицо. Замедляет это их. Но, как видите, Пронокс до сих пор не двигается. Не двигается. Боятся, что это развод. Пайс покоцал Нео. Добивает его. Таз отстреливает Пайса. Остались Пронокс и Спитфайр. Пронокс только сейчас выдвинулся. Ох, я уж подумал, Пронокс это сделал. Но там Спитфайр прожал в линию стоящих Пита и Таза. И взял шестую очко для Инфакулти. 6-6 счет. АВП Лиди смотрит миддл. И снова отдача под Б. Ну вот, хоть отдачу видим новенькие от команды ЕСЦ. Пошли они под Б массом. Хотя, что новенькие. Вон там ЕСЦ играли. С ЕСЦ тоже самое все происходило. Все бегают под Б. Без размена. Без размена. Три фрага Упронокса, два УРДЛа. Все как по маслу. Но это отдача. Ну что ж, два раунда до конца. Денег хватает у Инфакулти. У ЕСЦ на Калаши тоже хватило. На следующий раунд, если проиграют, то не будет денег. Нужно кровь из носу ставить бомбу. Хотя бы. Заходят втроем под Б. Ну, может быть, в подвал пойдут они под Б, собственно. ТАСС вместе с Наксом стоят под ямой. И будут у нас играть А. Остальные игроки ЕСЦ сейчас в роли разводящих. Их задача перетянуть как можно больше сил Инфакулти под Б. Возможно, они даже попробуют зайти на плен. ТАСС со СНАКСом тем временем не палятся. Ну, если это будет просто перебегание, из-под Б на А, то страта не сработает. Спокойно стоять будут. Спокойно будут готовы Инфакулти к выходу на А. Потому что это долго так бегать. Нужно обязательно человека запускать на плен. Ну вот и что толку? Что толку? Три человека как стояло, так и стоит на А. Никакой развод не удался. Да. Перемычку ждут. Нео отстреливает спидфайра. Есть минус от Пайса тут же. СНАК зашел под яму. Погиб от Пайса. Не, плохой развод. Плохой развод от ЕСЦ. Не верю, говорят Инфакулти. Не верю. 8-6 шведы ведут. Они как стояли 3 в 2, так и стояли. Выхода не было. Были просто одни гранаты под Б. По количеству инфы не было. То есть там одного только увидели, который в доме мелькал. Ну и ясное дело, Инфакулти никуда не дернулась. Да они-то и вообще даже на занятое Б не особо быстро прибегают. Итак, последний раунд. У нас волевой закуп у поляков. Гранат у них нет. Есть только калаши с броней. У Хайпера даже этого нет. У Пронакс хорошо работает в зигзаге. Его тут окружили. Он смог сделать один минус. Лидия с ВП попадает по Хайперу. Тут же есть минус на СНАКСе. 3 в 2 плен ставится. И Лидия уже на Форесте. Промахивается по зигзагу. И сейчас придут его тиммейты. И все будет плохо у поляков. А последний остался ТАСС. Он пытается отстрелить быстро Лидия. Чтобы начать воевать с стрелками уже Инфакулти. Но делает это слишком поздно. 9-6 Инфакулти ведут после первой стороны. 9-6 со счета 0-5 Копатыч. Со счета 0-5 Инфакулти у нас вот собрались. Вспомнили кто они такие. Какое место сейчас в группе занимают. И показали кто в доме хозяин. Тут как раз есть позиция в доме. В доме они правда хозяева. 9-6 ЕСЦ. Проиграли первую сторону. И сейчас будут воевать за КТ. Я показываю рекламу. Минутную. Где у меня тут какая-нибудь коротенькая? Три минуты. Ну давайте вот эту. И врубаю рекламу на Твиче. Прошу вас добавить мою страницу в исключение. Я очень редко показываю рекламу. Только во время пауз. Мы деньги эти собираем на ФМР Ланкапе. И обновите страницу, если добавите. Минутную. Минутную постам. ВГ не сегодня играют на МСА биты. На Старладере не знаю. На Старладере не знаю, участвуют они там или нет. Вообще, есть даже матч. Значит, будут играть скорее всего. Все. Показал рекламку. Ох, как по красоте все получилось. Сразу переключаемся и начинается игра. ХПХФ. 9-6 счет. Ведут инфакулти. По фрагам у нас. 14 у Таза. Хайпер 11-7 Пит. 6 Нео. Снакс 5. 18 Пронокс. Пайс. 14 Лиди. 10-9 у Спитфайра. РДЛ 6. Забирают Пита на медле. В инфакулти. Таз пошел в аркаду в ковры. Тут РДЛ. В лягушку поиграл. Меня бесит, на самом деле, когда обузит эту тему с приседаниями. Что тебе в голову из-за этого не попадает. Это некрасиво. Не похоже это на нормальный КС. 4 в 3 остались инфакулти. Зашли они в перемычку. Зашли с ямы. А заняли. Дым положили на Адальпан. Пайс забирает Нео. 4 в 2. Снакс и Хайпер. Ух ты, какой блок. Классный. Снакс и Хайпер остались вдвоем на Адальпане. Пытаются они этот раунд взять. Выбегают. Хайпер отстреливает Пайса. Ну, его позицию знают. Игроки инфакулти. Они в сейвах. В местах стоят, которые просто так Хайпер не отстрелит. Не залезет. Его быстро уберут с другой позиции. И 10 очко уходит к инфакулти. Главным поражением было то, что они миддл проиграли. И теперь будет преимущество у инфакулти в начале игры за Т. Лидия потихонечку, потихонечку, спокойно заходит в перемычку. Отстреливает двоих. С 20 хипами больше вперед не лезет. Его заменяет Пайс. Таз тем временем хочет подаркадить яму. Ну вот. Я надеюсь, что и на закупах инфакулти также агрессивно будут играть миддл. Это очень рабочее. Очень много экшена, когда команды из АТ часто играют миддл. Красивые игры получаются. Таз остался последний. Сделал один фраг на спидфайре. И один 10 очко уходит к инфакулти. Итак. Очередная отдача у нас от ЕСЦ. Инфакулти пошли снова на миддл в очередной раз. Снакс. Кстати, засаду, засаду решили устроить у нас ЕСЦ-то. Шведам. Подрывают в люльке хайпера. Таз встречает перемычку, но быстро Лидия не ловит. Теперь о его позиции знают. Кривоватая ХЕ прилетает от КТ. Она попала. Она попала в человека просто. Так-то она хорошо летела. В 4 в 2 остались инфакулти. Спокойно добивают они уже команды ЕСЦ. 12-6. Отдачи закончились. Ну что ж, Пит. Твой звездный час. Сейчас или никогда. Если этот раунд проигрывают, денег не будет. Будет 13-6 счет. И скорее всего 14-6. А это уже критично. Очень критично. Заходит у нас Пит смотреть СВП middle. Инфакулти. Обманывают меня. Не захотели они middle играть в первом закупочном. Пошли пода. Пит никого не встретит. Снакс вместе с Тазом играют агрессивно Яму. В последнее время этот дефенс стал очень модным. УКТ стороны. Снакс вообще дальше идет вперед. Пайс его на этом ловит деле. Ну и Тазу ничего не остается, кроме как заменить Снакса в Яме. Теперь ковры спокойно могут выходить. Если Пит промажет. Middle практически отдан. Да, Нео не смотрит на него. Постепенно подтягиваются под middle. Он факулти. Лиди чекает люльку. Боится, боится Пита. Уважают, значит. Знают инфакулти. Не понаслышке. А его АВП наверняка осмотрели. У инфакулти очень, очень тайтовый раунд. Потихоньку они все делают, не торопясь. Пошла раскидка на А. Пит делает первый фраг на спидфайре. СВП смотрит ковры. Пронок забирает Таза. Нео делает размен на Лиди. Не задымили до сих пор Пита. Ой, он два делает промаха. Ключевых два промаха, которые дают инфакулти зайти на плент. Врубаем автодирект. Пошли отбивать ЕСЦ. Пайс забирает Пита. И уже 3 в 2 позиции. Идеальный инфакулти. Правда, хорошо. Хайпер отстреливает Пайса. И дым кладется на яму. Что важнее. РДЛ отдается с ковров. Бомба спокойно до конца диффузится. Не успевает Пронокс прибежать. Нет, не до конца. Смотрите-ка. Дают шанс, дают шанс Проноксу затащить. Ну иди убей бомбу. Алло. Не решился Пронокс. Деньги-то есть. Че не пошел? Двадцаточку уже настрелял. Двадцать два у Пайса. Ну тут РДЛ, конечно, слил раунд. Это мое личное мнение. Он зря полез. Он зря полез с ковров стреляться. Зачем? У тебя тиммейт оббегает. Он не разменяет тебя никак. Он оббегает через яму. Через ТРС. Побежали инфакулти у нас с закупом под Б. Ну и самый важный раунд для себя. ЕСЦ взяли за вторую сторону. Теперь уже можно бороться. Теперь есть деньги. Даже их чуть-чуть накопилось. Вот у Хайпера разве только. АВП Лидия проходит постепенно дом. Пит палит мидл. На Б1. На Б1 Хайпер. Ему тут брошен дым. Он благодаря этому дыму хорошо справляется с точкой. У самого второго дыма нету. Зато есть у Нео. И Нео его сейчас подкинет. Ой, хорошо. Вылез Хайпер. Не увидел ноги Лидия. А жаль. Полетела ХЕ по спидфайру. Зажим. Лидия продолжает смотреть на Форест. Видимо он смотрит. Через дым. Как только развеется он этот Форест будет убивать. РДЛ сделал минус на медле. В Зиге Нео отстреливает Пронокса. На верхнизе точнее. И пока ничего не ясно для поляков. Нео перетягивается под Б. Есть инфа от Хайпера. Спидфайр отстрелил его. Три в три. Покоцали Нео до красных. Но бомба до сих пор не поставлена у инфакулти. Дым. Дыма есть два, которые надо... Очень надо кинуть. Чтобы не дать врагу выйти из библиотеки нормально. Чуть пайс не отдался. Миллисекунда его спасла, что он успел поставить бомбу. Остался один Снакс. Снакс отстреливает пайса. И один в два. И тем временем-то у врагов 10,6 хп. Побежал Снакс вперед. Знает об обоих. Иди с гвачка в голову. Заставил покушать свинца Снакса. 13,7. 13,7. Но закуп. Закупа у ЕСЦ не будет. Пошла отдача от поляков. Ребят, как там дела у Нави, скажите? Интересно же. По фрагам у нас 17 у Таза. Хайпер 13, Нео 9, 8, Пит и Снакс 7. Пайс 24. Пронокс 20. Лидия 18, 12, Спитфайр. И у РДЛ всего семерочка. Пайс тем временем от двоих отстрелил на медле. Ну, видимо, на пистолетках. И против отдачи играют. В факультете у нас мидл, в отличие от... Да не-не-не-не-не. Я говорю вам про бисекс. Что там с бисексом, скажите? Таз остался последний. У него его любимый. А, нет, любимого. П-2000 всего. Как дела у бисекс-то, а? Там мне говорили, ханатка крошит. Да! Да, Копатыч. С новой... С новой кольтой можно зажимать дымы. Это... Мы еще пока не видели особо применения этому. Но я надеюсь, в скором времени, в скором времени. Понаблюдаем. 15-7 на виду. Ну, понятно. У СССР гораздо больше шансов было. Видно. Висекс, конечно, нестабильный. И... 14-7 счет. 14-7 счет инфакулти ведут. Очень сильно ведут. На медле спалили лидия. Нео его отстреливает. Подаркадили ЕСЦ. Мидл. Ну, в итоге-то выход будет на А. И хорошо. Таз забирает РДЛ. Отсекает. Тем самым ковры понимают сразу ЕСЦ, что с ковров больше угрозы нету. Спокойно смотрят только на яму. И отстреливают оставшегося Пронакса, которого не добил ТАСС. 14-8. 14-8 ЕСЦ очень хорошо сделали. Закупочный раунд. Быстро за Аркадили Мидл. И потом перетянулись на А. А, я понял, Копатыч. Я понял. Ну что ж, закуп есть. И у одних, и у других. У лидия есть АВП. Он идет с ковров. Он идет с ковров. Смотрит уже люльку. Маленькую щель. Будет ловить там Пита. Хотя у Пита сейчас АВП нету. Под коврами сидит ТАСС. Три человека играют Мидл у ЕСЦ. На Вины пошли. На Вины. В ковры посмотрел Снакс. Но не успел убить лидия Дова. Минуса Пита. ТАСС заходит на балкон. Тут ловит Арделос, который с гранатой в руке. Спитфайр кривым зажимом не убивает Нео. Дострелил все-таки после заминки небольшой. С ковров ТАСС убивает Пронакса. И один Пайс остается. Пайс минусует ТАЗа. Пошел он дальше воевать. Знает, что враг есть в перемычке. Ставит бомбу. 45 хп у врагов 71 и 100. Граната у него одна. Этот дикой. Он пытается к яме перетянуться. Нет, подходит. Подходит к между. Забирает хея. Заберет хея или нет? Пока не забирает. Не палится. Не, уже никак не кинуть. Так что не будет забирать. Не будет палиться до конца. Его спалил Хайпер. А Пайс ждал, ждал, что выйдут на него с ящиков пожарных. А в итоге слева вывижу просто. Кхм, извиняюсь. 14-9. 14-9. И СЦ потихонечку тащит. Напоминаю вам, ребят, что следующим матчем будет... Будет, будет, будет. Сейчас я сам-то вспомню. Будет ЦПХ Буллс против инфакулти. Нео побежал в аркаду на мидл. Здесь видит отдачу шведов. У одного РДЛа только есть АК. Задил огонек и сжарило. В гриль РДЛа. 5-4. Остаются команды. Дефенсит вдвоем. ЕСЦ. Вот тазы сейчас оставили. И снова упор на мидл. Поляков. Втроем они тут бегают. Один с перемычки. Один просто по мидлу и смотрит подвал. И третий Нео с зигзага. Пока что этот дефенс себя оправдывает. Для поляков. Да, Копатыч, согласен с тобой, что вот Дикой был. Кто же у нас там остался? Оставался Пайс, вроде бы оставался. Надо было Дикой подкинуть и как можно быстрее. Хотя Дикой очень... Дикой очень быстро палится. Нео заходит у нас в очередной раз в зигзаг. И на сей раз у нас дефенс уже не медловый, а 3 в 2. Под медлом у нас работать будет Пит. У него кольт. АВП нету. Зато есть АВП у Лиди. Нео раскидку делает себе. Под зиг. И подходит поближе к подвалу. Слышит раскидку на медле. Вражескую уже. Снакс пошел в аркаду с ямой. Минусует РДЛа. Подлови. Ой, бедный РДЛ. Мне его так жалко, что он с гранатой в руке. Уже какой раунд отдается. На кривых абсолютно мувах. Пайс делает размен на тазе. Нео не дочекали в зигзаге. И он делает безнаказанный. Минус на Пайсе. 3 в 4. 3 в 4. Хайпер понял, что с дома какая-то движуха была. И теперь уже есть инфа о спитфайре. Дропнутом. Бомба не решилась пойти на А. На Б. И перетягивается сейчас под А. Питас поймал Пронакс. Лидия минусует Нео. И единственный сейчас оборонительный рубеж на А. Это Снакс. Он отстреливает Лидия. И из Дельпана сейчас ему придется бороться с Пронаксом. Пронакс 1 в 2. Он слышит Снакса. Прострелы получает. 50 хп. И добивает Снакс. Потому что у него было больше патронов в этой ситуации. И Пронакса. 14-11. И СС пытаются тащить до конца. Не, Копатыч. Если мы вернемся к той теми с Декоем. То в тот момент, когда он зашел намежду. Оттуда Декоем уже нельзя было кидать. Его бы сразу спалили. Дымок от ЕСЦ. Чтобы не дать выйти с ямы спокойно. Да, РДЛ. РДЛ у нас разочаровывает своих фанатов. Снакс отстреливает Пайса. 5-4. Да. Но при бывшем напоминаю, что Пайсом я называю Пита у шведов. И собственно Пита Питом. У поляков. Это первая игра сегодня в рамках Месси Биты. Нас еще ждет 3. Отдачу приняли ЕСЦ. 14-12 тем временем. 14-12. И что-то я вижу тенденцию вообще в КСе. Очень начали любить вытаскивать игры. Ситуации там 14-8. 14-9. 13-5. Обожают просто команды. Лидия отстреливает Пита. Это говорит вам, ну... По-моему, говорит о несбалансированности сторон все-таки. Что именно за одну. Вот за КТ в данном матче тащат обе команды. В одну сторону. Нео пытается не дать поставить плент на Б. Отстреливает Спитфайра. Но патрон один остался. И вот они 20 патронов кольты. Сейчас подвели Нео. 2 в 3 остались у нас поляки. Приходит в спину Снакс, но не реализует свою позицию. Его быстро спалили. И игроки Н-Факулти выжили. Снакс сносит Пайса быстро. Знает он, что враги стоят на Форесте и на Зигзаге. И вот Лидии бы убежать в тот момент, когда была инфа о том, что с дома-то еще не спрыгнул. И Лидии решил остаться до конца. И его задавили. Успевает раздиффузить Снакс. Какой провал от шведов. Что один с Фореста полез стреляться с этим домом. Что другой не стал прятаться в Зигзаге. Молодцы ЕСЦ. Снакс хоть и спалился, что он идет со спины. Хоть и не попал. Великолепный раунд. Отыгрывает и 13-е очко приносит своей команде. Вот вам и молодежь. Вот вам и молодежь польская. А у нас организаторы и держатели команд говорят, что молодежь ни на что не способна. Поляки уже наверняка оценили. Оценили эти замены. Видно, видно, что ребята стараются. Ребята не абы кто. А играют на равных с Нео и Тазом. Таз капитанит, да? Забирают Нео в верхнизе. Он на сей раз дал брешь. В своей обороне. Остались 5-4. И инфакулти спокойно-спокойно уже могут заходить под Зигзаг. На Б их держат двое. Хайпер и Пит. Пит погиб. Хайпер делает размен. Тут же есть ответный минус от Лиди. 3-2. В очередной раз 3-2. Но Снакс живой. И Снакс идет в спину. Тут его ждет РДЛ. Любитель поиграть с гранатами в руке. На сей раз у РДЛа гранаты вообще ни одной не было. Я думаю, не случайно такое произошло. 14-13 и 3 в 1. Похоже, 15 очков все-таки шведы возьмут. Таз, конечно, сделает все возможное. Благо, деньги у его команды есть. Он может пойти попробовать тащить. Забирает быстро Спитфайра. Догадывается, что враг есть в доме. Диффузнул. Ай, Энфахл, те красавцы. Ай, не лезут. 15-13. Решил не закупать от греха. Да, Кафат, очевидно, это я имел ввиду. 15-13. Шведы ведут. Шведы ведут. По фрагам у нас ситуация. 23. У Таза Нео 17. Хайпер 19. 18. Снакс 11. Пит. 29. У Пайса. 24 Пронокс. Лиди 24. 13. У Спитфайра. И Ардел 12. Очень мясная игра. Правда, 30-ку так никто и не набил. Может быть, еще Пайса этого добьется. В аркаду на мидл бежит. Снакс делает минус на Проноксе. И спокойно убегает. Нет прикрытия у Пронокса на этой точке. Пайс уходит под яму. Три человека держит. А сейчас все по дефолту у поляков. Сегодня еще матчи ЦПХ эндфакулти, потом НИП, ЛГБ и ЛГБ против... А кого не помню. По-моему... Нет, не помню. Против ЕСЦ может быть. Таза отдает СРДЛу. Начали свою атаку. Игроки эндфакулти. Раскидали дымы. ХЕ-шкой спалили с Накса под коврами. Забрал его Спитфайр. Отдается Нео. Запрыгнул он зачем-то на балкон. И три в два снова Пит Хайпер. Пит Хайпер. Один с перемычки, другой с Дельпана. Оба задымлены. Надо ждать, когда дымы закончатся. Время есть. Есть две флышки у Хайпера. Лиди работает с ямой. Тут позиции, конечно, идеальные. Войнфакулти. Лиди надо особо не высовываться. Его забирает Пит. Неаккуратно играл сейчас АВПшник. Н заходит на Плэнт Хайпер. И его отстреливает Пайс. Пайс все-таки набрал свои 32 фрага. 16-13. Окончательный счет в игре. Н-факулти против ЕСЦ. И с победами 3 и 1 поражением. Н-факулти упрачивают свое преимущество в группе А. Я ухожу на рекламу. Трехминутную я сейчас покажу. Сам трехминутную также покажу и на Твиче. Прошу вас, ребят, добавлять мою трансляцию в список исключений для отблока. Обновлять страницу. Я редко показываю рекламу. Только в перерывах. Никак она не должна вас бесить. Во время игры ее не бывает у меня. Я это проверял. У людей спрашивал. И мы ждем следующей игры. Следующая игра. ЦПХ и инфакулти. Да, еще ЦПХ и ЛДБ будут. Показываем рекламу. Всем привет! Я очень рад вам показать вам некоторые из моих видов МСИ ГАМИНОТЕБУК. Посмотрите, это второе иное. Это второе генеральное МСИ ГТ-70 Драгон Эдитон. Это гаминозогэнодобок, который вовлёт каждый гамер's драм. МСИ ГАМИНОТЕБУКОВАЯЗАЯТЬ ПОЗИТАЛЬСАЯТЬ ПОЗИТАЛЬСАЯТЬ СОЛЬНОЕ ГАМИНОТЕБУКИ. И я знаю, что это гаминозогэнодобок. Когда я играю, это важный путь. Это гаминозогэнодобок очень быстро. Фривоприкrão и максимума. Ещённые Eldar Алл Air лагерность этих лагерий развлений вас есть. В этом году, мСИ ГАМИНОТОЮБУКОВАЯЗНОЕ ГАМИНОТЕБУКОВАЯЗНОЕ СЕКЛУСИВАЯТЬ СКЛУСИРАЯТЬСИТЕ КАШСОВЕР. ИНОПРАФУНОЕ ГАМИНОТОРОК СОЛЬТОБАЯТЬ ОЛЬНОЕ ГРАФИНО ТЕКНОЛОК, Субтитры создавал DimaTorzok 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 An SI Notebook, Top Player, Top Choice DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok